Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала ОТВ. В прямом эфире программа «Разберемся». Это совместный телепроект Общественный палат Одинцовского района и телекомпании Одинцова. И сегодня у нас в гостях председатель комиссии по молодежной политике, историко-патриотическому воспитанию, ветеранской работе Общественной палаты Одинцовского района Николай Романович Якушев. И наш герой, ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года Константин Сергеевич Федотов. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. И совсем скоро к нам присоединится заместитель председателя комиссии по молодежной политике Антон Валерьевич Кузнецов. Уважаемые зрители, вы можете звонить к нам в эфир и задавать вопросы по телефону прямого эфира 508-86-84. Вы можете задавать вопросы героям нашей программы, а также в целом озвучивать какие-то проблемы насущные, которые вас волнуют. Это будет рассматриваться как обращение в Общественную палату, и ваши вопросы будут переданы в профильные комиссии, для того, чтобы в дальнейшем наша Общественная палата могла с ними работать. Итак, мы начнем. 2015 год, и этот год для нашей страны юбилейный и памятный. Большинство событий этого года приурочены к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Константин Сергеевич, 24 июня 1945 года вы были на Красной площади, являясь и свидетелем, и участником Великого Парада Победы в Великой Стране. Спустя 70 лет по приглашению президента России Владимира Путина вы вновь в числе почетных гостей Парада Победы. Ваши общие впечатления? За 70 лет страна окрепла, преобразилась, и, наверное, то же самое произошло и с армией, правда? Есть, начинаются сдвиги после того, как произошел развал нашей страны, Советского Союза, и после того, как сейчас, когда прекратили проводить реформы, когда за бытность экс-министра Сердюкова. Сейчас, за последнее время, ощутимо и понятно, что идет процесс укрепления могущества армии по правильному направлению. Константин Сергеевич, мы сейчас можем показать нашим зрителям несколько кадров с Парада Победы 1945 года. Может быть, Вы бы прокомментировали Ваши воспоминания, каким он был. И плавно мы перенесемся в год 2015. Хорошо. Парад Победы явился подведением итогов Великой Отечественной войны. Демонстрации силы и непобедимости советского народа, военного искусства наших полководцев, мощи, могущества вооруженных сил, боевого духа и подвига наших воинов во время Великой Отечественной войны. Это в целом, если можно оценить. Мне, значит, в 1945 году я был включен в состав 10 человек от нашей 139-й дивизии. Дивизия имела почетное имение Рословская, краснознаменная, орден Суворова дивизии. Ну, значит, 10 человек, вот считайте, дивизия, конечно, к концу войны она уже была не полного состава, значит, половина ее, как в боях, погибли, были ранены. Ну, все равно, значит, вот считайте, 4 тысячи, 4,5 тысячи примерно, 10 человек. И достойных кандидатов для того, чтобы включили в состав этих 10 человек было предостаточно. Значит, ну, директивой генерального штаба предусматривалось отобрать наиболее отличившихся в боях воинов. Отбор был четырехступенчатый. Первоначально в роте, в разведроту я был разведчиком в дивизии. Затем, значит, в штабе дивизии, командир дивизии с своими заместителями. И третий этап был это в штабе армии. Генерал-полковник Гришин тоже своим штабом. И последний, четвертый, окончательный был это уже штаб фронта Второго Белорусского, которым командовал маршал Рокоссовский, находился в городе Штетцин. Лично командующий в присутствии своих заместителей и командующих армии провел осмотр каждой шеренги сводного полка. А сводный полк представлял из себя 1468 человек. Из них тысячи человек были, значит, один офицер и девять рядовых сержантов в каждом отделении. То есть роты на 90% в основном состояли из рядового сержантского состава. Ну и кроме этого еще был командный состав. Это командиры рот, 14 рот, 7 батальонов, командир батальона, командир полка, 2 его заместителя. И далее командующие армиями и командующие фронтом. Константин Сергеевич, ну вы ощущали, что война закончилась? Или все равно вы еще, вот в душе была тревога, еще не до конца вы это осознавали? Ну, о том, что война окончена, для нас особенно, вот, Второго Белорусского фронта, мы окончили войну, закончили войну, значит, 3 мая даже, то есть заблаговременно до 9 мая. И ожидали уже, значит, в оставшиеся дни, когда будет подписан акт о безоговорочной капитуляции. В окончании войны мы встретились на Эльбе с союзными войсками, с англичанами. Значит, здесь, в общем, сомнений не было, но все равно в последние дни еще в особенной разведчике выполняли задания по прочесыванию, значит, леса, хуторов, там, где могли остаться, значит, специально засланные, значит, шпионы или, значит, диверсанты. Значит, эту работу тоже выполняли. Более того, еще одно мероприятие выполняли. Это пункт, когда наши, вернее, немцы со стороны, значит, с одной стороны переходили на другую через Эльбу. И, кроме того, люди, значит, различные, многих стран, которые попали в Германию, они как раз возвращались, значит, возвращались из лагерей, и там из рабства, как бы, в котором они находились. Здесь тоже такой проверочный пункт, тоже определенная группа людей была занята. Значит, направление на Парад Победы было, значит, состоялось решение где-то 16 мая. Верховный командующий принял такое решение. И было решено провести парад по-русски щедро и по-воински торжественно. Подготовка шлась в течение месяца. Значит, уже с Германии ехали, значит, в Москву в парадных, в этих, в флоскартных вагонах, со всеми удобствами, уже и не верилось, что так. А на фронт все в обычную маршевую роту передвигались товарным составом. В Москве усердно готовились. Значит, ну, вызывало определенную гордость, конечно, что вообще представлять нашу армию. А с другой стороны, еще нам, вот лично, второму Белорусскому фронту дополнял еще, значит, такая, сообщение такое было, что уже мы потом узнали. И потом окончательно приказ состоял, что командовать парадом будет наш командующий фронтом, маршал Рокоссовский. Это придавало еще больше как-то гордости, внушало в нас. Мы старались, как говорится, при подготовке... Не подвести. Не подвести, да. Константин Сергеевич, парад 2015 года. С какими чувствами? С каким? Наверное, совершенно другие уже чувства, да, уже совершенно 70 лет спустя на Красной площади. Вы опять, вы вновь на параде. Я, значит, на нескольких парадах юбилейных был. Значит, и парад вот от 2015 года, к 70-летию, был особенно грандиозным. Значит, во-первых, по количеству войск он был больше, чем предшествующий парад и предшествующие парады. Во-вторых, значит, техник, который был представлен на параде, она, значит, вселяла в нас гордость за страну, гордость за вооруженные силы, потому что были представлены и новые виды вооружения. И те, которых, конечно, не было в 45-м году, поэтому мы очень, и не только мы. Я вот, например, был на трибуне, сидел, значит, на центральной трибуне, и рядом со мной сидели военные этажи из разных стран, различный разговор. Некоторые я, конечно, и не знаю языка, не понимал, но они с восторгом тоже смотрели на наши и танк, армата, и, значит, другие виды вооружения, и вооружение ПВО, и особенно ракеты, которые, значит, замыкали шестью техники. Надо сказать, что этот парад, это тоже демонстрация силы и могущества нашей Родины. Особенно надо учесть, что вот в последнее время, когда мы имеем дело с нашими, значит, недругами, когда их войска, значит, их подразделения приближаются со всех границ практически, и с севера, там, где Прибалтика, и с запада, Польша, и Украина, ну, и Грузия мы знаем, то есть практически кругом мы обложены. Как тут нашему руководству, нашему народу, значит, обеспечить свою безопасность, не только от экономических каких-то притязаний на нашу страну, а и от военных притязаний, которые явно угрожают нашей стране. Константин Сергеевич, ну, понятно, что Парад Победы стал такой квинтэссенцией вот всех торжеств, которые были приурочены к 70-летию Победы Великой Отечественной войне. Вот, Николай Романович, Общественная Палата принимала участие во многих мероприятиях, да, Общественная Палата Одинцовского района принимала участие во многих мероприятиях, приуроченных к этой памятной, к этой великой дате. Вот расскажите о том, какой была, насколько насыщенная была работа, вот, предваряющая эти торжества. Я бы сказал так, что у нас, в нашей комиссии собрались профессионалы. Это Галкин Александр Егорыч, Гузнецов Антон Валерьевич, Коротецкий Петр Александрович, которые, зная вот такую работу, они порой даже консультировали те организации или те инициативы, которые могли, которые собирались провести эти праздники. И, естественно, правильно вы сказали, во многих мероприятиях мы лично участвовали. Такие крупные мероприятия, как автопробег по территории Яшовского поселения, где Александр Егорыч Галкин был инициатором этого пробега, и один из инициаторов, и, в принципе, получилось хорошо. Я бы сказал так, что появляются новые инициативы, и вот там тоже наши консультации, наше участие, они приносят свои результаты. Я бы сказал, вот за последнее время очень окрепло такое понимание патриотизма, как в ведомственных учреждениях. Пример, там у клинической больницы 123. Уже полтора года мы с ними общаемся, и они просто ищут пути решения своих инициатив. И в этом мы тоже помогаем подсказам. И вот сейчас, 6 мая, если я не ошибаюсь, да, они посадили аллею. Представляете, 70 зеленых деревьев, камень, огромный камень, который напоминает, что аллея посажена в честь 70-летия Победы. И вот люди, больные, которые идут на прием в поликлинику, они все-таки, наверное, глядя на эту красоту, заряжаются положительными эмоциями, и я думаю, что помогает их здоровье. Таким образом... Огромной признательности и благодарности тем людям, которые сотрудничали с нашей организацией и приходили к нашим детям в течение всех шести лет, когда существует наш волонтерский отряд. Хочу назвать прям этих людей, если возможно. Да, назовите, конечно. Галина Ивановна Кулева, Галина Ивановна Попова, Сергей Николаевич Лохвоенко, Галина Николаевна Шаюк, Тарасов Александр Семенович. Я просто преклоняюсь перед этими людьми, и мы гордимся, что вот такие люди, как сейчас наши ветераны сидят перед нами, это люди, с которыми мы живем в одном городе. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Константин Сергеевич. Если пару минут потом останется у Николая Мачин, мне потом добавят еще. Я предлагаю перейти еще к одному такому значимому событию. Это открытие в Треугорке памятника. Был открыт памятник несовершеннолетним узникам фашизма. Вот об этом несколько слов. Вы шли к этому не один год, правильно? Вообще этот путь мы прошли за 4 года. Инициатива была, конечно же, от организации ветеранов, узников фашистских концлагерей. Тамара Иван Кулева. Вот сейчас ее перечислили, и всех наших товарищей перечислили. Я тоже горд, что я общаюсь с такими людьми, работаем мы вместе. И вот через 4 года мы увидели памятник несовершеннолетним узникам. Раньше там появился музей. Но этот памятник, он особый. И когда его открывали, и я хочу сказать, что большую лепту внес здесь в поддержку и помощь памятника наш председатель Захар Юрьевич Иванов. Вы знаете, что у него фирма называется «Три кузнеца». И вот та птица, кто видел по телевидению, была сделана у них руками его товарищей, с кем он работает. Таким образом, вот видите, что вот эти вот люди, они были детьми, и война у них отобрала детство. Они не озлобились, и они вот сейчас шли к этому, как я сказал, 4 долгих года, для них эти долгие годы. Но тем не менее, сейчас они могут собраться у этого памятника. Я бы хотел сказать огромное спасибо директору в 16-й школе детям, потому что действительно они поняли и приняли эту идею создать музей, а теперь вот и памятник. И, конечно же, всем-всем, кто участвовал в создании этого замечательного памятника. Я предлагаю сейчас нашим зрителям посмотреть сюжет об открытии памятника в Трёхгорке. Памятник малолетним узникам фашизма на территории 16-й школы стал первым подобным проектом на территории Одинцовского района и Московской области. И одним из немногих в России и мире. Монумент появился на свет благодаря усилиям многих людей, в том числе руководству Одинцовского района, Совету ветеранов и администрации 16-й школы. Но главная идея по созданию этого монумента принадлежит бывшей узнице фашизма Тамаре Кулёвой, на себе испытавшей ужасы немецких лагерей. Четыре года понадобилось для того, чтобы замысел воплотился в жизнь. Наконец, сегодня эти долгие четыре года, которые мы с вами ждали, свершатся. Мне трудно сейчас говорить, но я скажу вам, что из 19 миллионов угнанных в логово фашиста, в самое логово фашизное, 11 миллионов не вернулось. Вы думайте столько в эту цепь. 11 миллионов. Именно Тамаре Кулёвой вместе с другими узниками фашизма предоставили почётное право открыть памятник. Журавль с распахнутыми крыльями и свившего гнездо на опутанных колючей проволокой столбах был выбран дизайнерами памятника не случайно. Журавль – вольнолюбивая птица, которую можно лишить свободы, но покорить которую невозможно. В ходе торжественной церемонии участники почтили память погибших в фашистских концлагерях. Минуты молчания возложили к подножию цветы, прочитали стихотворения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важаемые зрители, это программа «Разберёмся». Мы работаем в прямом эфире. К нам присоединился заместитель председателя комиссии по молодёжной политике, патриотическому воспитанию и ветеранской работе Антон Валерьевич Кузнецов. Здравствуйте, Антон Валерьевич. Общественники провели большую работу по мониторингу воинских памятников Одинцовского района. Расскажите, пожалуйста, насколько монументальным был этот труд. Эта работа только начата. Перед 9 мая, конечно, было актуально не допустить, не дай бог, каких-то нарушений внешнего вида воинских памятников, захоронений, памятников земляков. В разных поселениях эта работа поставлена по-разному. Стандарты у людей, которые возглавляют эту работу, разные. Наша задача, как общественников, указать на какие-то очевидные недочёты, просчёты. Для этого надо было объехать, поглядеть на местности. Взяли, для примера, одно из поселений, у которых традиционно хромала составляющая работы. Проехали, посмотрели все памятники, составили дефектовочку, предъявили её соответствующему чиновнику. Оперативно были приняты меры, сделаны выводы, и работа пошла на лад. К счастью. На основные какие были проблемы? По состоянию техническому. Там плитка отвалилась, здесь давно не красили, несмотря на то, что уже субботники проведены, 9 мая накануне. То есть такие очевидные вещи. Кто-то где-то упустил потери управления. Оперативно мешались, поглядели, всё провели. Сейчас, после юбилея, мы планируем даже не столько с целью контроля проехать 100% памятников Одинцовского района воинских, а с целью зафиксировать для истории, для будущей книги, памятники Одинцовской земли, то хорошее состояние наших воинских мемориалов, которые достигнуты благодаря этой работе к 70-летию, проведения их в порядок. Появилась масса новых памятников, очень много реконструировано по району, проведено такое достойное состояние. Надо это зафиксировать и издать новой книгой, как мы издавали в 2008 году. Но работа большая, я так понимаю, что этим занимаются не только комиссии, не только члены комиссии по надежной политике, наверняка и консультанты-эксперты прикреплены, может быть, даже общественность, да, вот жители. Жители частенько сигналы подают тревожные, на которые мы реагируем. То есть там по звонку. Есть обратная связь, да? Да, разумеется, конечно же, обязательно звонят в комиссию, и мы разбираемся на месте с этой ситуацией. А назвать какие-то конкретные поселения было бы, наверное, неэтично? Я думаю, мы не будем этого делать, да. Так сказать, все это в рабочем порядке делается напрямую, и принимаются меры соответствующие оперативные. Я предполагаю, что нет у нас на территории района памятников, которые были бы вообще в запустении, да, находились? Нет, такого, конечно же, нет. Есть отдельные досадные недочеты, просчеты в работе, которые мы стараемся на них указать для корректировки. Своевременные. Еще такой объемный труд книга памяти. Антон Валерьевич, вы этим занимаетесь? Это отдельная ситуация. Дело в том, что есть у нас книга памяти Одинцовского района, изданная в бумаге. Это наши земляки, которые призывались отсюда, из Одинцовского района. Но кроме наших земляков, которые ушли отсюда и где-то погибли западнее, да, есть люди, которые сюда пришли на нашу землю в битве за Москву защищать нашу землю и здесь сложили головы и лежат здесь в бараньских могилах. Так вот, на данный момент не то, что книги памяти, а даже толкового списка и картотеки по этим людям нет. Прошло 70 лет. Вот эта мысль, она, когда я узнал о этой ситуации, документальной, то, что этим просто никто не занимался, никто этой задачи не ставил. Комитет по делам молодежи, культуры и спорта ввел такую картотеку. Сейчас мы ее пытаемся перевести в электронный вид, чтобы можно было, значит, работать с ней как-то. То есть для служебного пользования какие-то массивы документов, они были, создавались. Вот, для того, чтобы это действительно вековечной памяти было какое-то, для справочной информации, для оперативного поиска по заявке захороненного человека, где он лежит, этого сделано не было до сих пор. Наша комиссия выступила с инициативой создания электронной книги памяти Одинцовского района, где были бы и наши земляки, и те люди, которые здесь в братских могилах лежат. Комиссия выступила, палата проголосовала. Эта работа сейчас начата и ведется. Почему должна быть электронная книга памяти? Потому что постоянно, каждый день поступает новая информация, уточняющая и так далее. Если мы издадим это в бумаге, то каждые полгода надо будет издавать дополнения. Но она существует уже в какой-то, может быть, экспериментальной версии книги памяти? Она существует в виде разрозненных массивов информации документальных, которые предстоит свести между собой по персоналиям и по географической привязке. То есть в таком-то населенном пункте такая-то братская могила. Здесь вот такой человек, такой-такой карточка из картотеки, данные из объединенных базы данных, мемориал и так далее. То есть геоинформационная система поисковая для упрощения поиска. Запросов сейчас в виде 70-летия по розыску военнослужащих поступает. И в плане консультаций, там по телефону я каждый день несколько звонков принимаю. И в комиссию поступают постоянно заявки. Помогите найти человека. Не обязательно. Это наш земляк. Просто люди, которые сейчас здесь проживают на территории района, им просто некуда обратиться для того, чтобы им объяснили. Не все пользуются интернетом. Кто молодежь более продвинутая, они читают в интернете соответствующие форумы и как-то могут сами. А есть люди совершенно неподготовленные. И тут появляемся мы. Но мы не просто используем инструмент, который сделали другие люди. Мы оперируем теми базами данных, которые у нас здесь на местности есть. Антон Валерьевич, у нас в программе была еще одна интересная тема. Это современные технологии и методы вашей работы в рамках разработки, создания книги и памяти. Но у нас катастрофически не остается эфирного времени для этого. Поэтому мы обязательно с вами встретимся еще. Наверняка не раз в рамках нашей программы разберемся. И поговорим об этом и о многом другом, что предстоит комиссии по молодежной политике сделать. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях. В гостях программы «Разберемся» был председатель комиссии по молодежной политике и историко-патриотическому воспитанию в тиранской работе Общественной палаты Одинцовского района Николай Романович Якушев и заместитель председателя комиссии Антон Валерьевич Кузнецов. Это была программа «Разберемся». До встречи на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова